В продолжении темы о цветах, способных со временем вытеснить сорняки, хочу порекомендовать еще некоторые декоративные культуры. Каждый садовод мечтает о красивых клумбах и цветниках, которые бы не потребовалось постоянно полоть. Избавить себя от лишнего труда можно, высадив определенные растения, которые не дадут прорастать сорнякам. К таким относится неприхотливая шульция. Этот яркий и непритязательный к уходу многолетник сможет расти на любых участках и без своевременного полива. Шульция неплохо чувствует себя даже на бедных, песчаных и каменистых грунтах. А вот кислая, постоянно влажная и чрезмерно питательная почва ей не подходит. Это растение хорошо разрастается, прикрывая землю густой зеленью и цветами, тем самым постепенно вытесняя сорняки и не давая шансов прорастать их семенам. Однако и шульцию важно сразу посадить в землю, очищенную от корней сорной травы. И пока кустики не подрастут, периодически пропалывать вместо посадки. После в этом уже не будет необходимости. Что мне нравится в этом многолетнике, это его малоуходность и яркость. Листья ажурные, сизые, чем-то напоминают полынь. Цветы бывают простой и махровой формы, а также разные окраски. Цветение начинается в начале лета и не прекращается до осенних холодов. Эшульция засухоустойчивая и морозостойкая. Ее также легко вырастить из семян, прямым посевом в грунт, поздней осенью или весной. Подзимние посевы в садах с холодным климатом лучше прикрыть слоем опавшей листвы. Весной укрытие аккуратно убрать. На тенистых участках справиться с сорняками поможет многолетник под названием бадан. Благодаря его плотной широкой листве, кусты бадана создадут тень и сорняки там расти просто уже не смогут. Листья бадана к осени приобретают яркую багряную окраску. К тому же их заваривают вместо чая. Это растение выносит тень, разрастаясь красивыми объемными розетками высотой до 40 см. Бадан выпускает эффектные соцветия белого, малинового или розового цвета в зависимости от сорта. Цветет с мая по июнь. Данный многолетник может расти без пересадки на одном месте долгие годы, как в тенистых, так и на открытых участках. Прикрыть почву от сорняков сплошным цветущим ковром смогут такие почвопокровники, как мазус и цимбалярия. Про эти растения на моем канале есть отдельные видео, ссылку на них я оставлю в описании под этим роликом. Цимбалярия цветет непрерывно с наступлением майского тепла и до морозов. Ее мелкие нежные цветочки красиво смотрятся в любой части сада. Особенно хорошо себя чувствует цимбалярия в полутени и тенистых уголках, так как это растение требовательно к влаге. Ее низкорослые кустики со временем хорошо разрастаются, не давая прорастать в сорной траве. Данный почвопокровник быстро заполняет свободные участки земли. Цимбалярия также отлично подойдет и для вертикального озеленения, разрастаясь на подпорных стенках и склонах. Очень обильно цветет мелкими, сиреневыми, белыми или сине-фиолетовыми цветочками почвопокровный мазус. Его цветение длится все лето до осени. Этот многолетник образует густой ковер из мелкой листвы и ярких цветов. Высота покрова до 10 сантиметров. Быстро разрастается, заполняя пустующие участки. Через плотную дернину мазуса семена сорняков уже не смогут прорастать. Это растение хорошо приспосабливается к красным местам, выдерживает временную засуху. Но от нехватки влаги его цветение будет менее обильным. Под снежным покровом отлично зимует, хотя в суровые зимы побеги могут подмерзать. Весной надземная часть восстанавливается и идет в активный рост. Садоводам, которые любят растения серебристой окраской листвы, можно порекомендовать стахис шерстистый. Сквозь его плотные розетки с пушистыми листьями не пробьются даже самые злостные сорняки. Стахис или частец очень неприхотливый и декоративно выглядит с ранней весны до морозов. Активно разрастается, поэтому его лучше высаживать вместе с вкопанным в землю ограничителем. Листья стахиса удлиненные, опушенные, приятные на ощупь и с ярко выраженным серебристым отливом. Не зря в народе этот многолетник еще называют овечьи ушки. Стахис совершенно нетребовательный к поливам и уходу. Единственное, что потребуется, это вовремя удалять его старую листву, чтобы поддерживать аккуратный вид цветника. Очень хорошо укрывают землю от прорастания сорняков почвопокровные виды многолетней садовой герани. Герань красива своей декоративной листвой и цветами. Чтобы не полоть постоянно траву, можно высадить почвопокровный арабис и элисум скальный. Арабис разрастается плотной дерниной. Очень обильно цветет в апреле-майе мелкими белыми ароматными соцветиями. Плотные посадки многолетнего алисума скального также помогут справиться с сорняками. Его яркое цветение невозможно не заметить даже издалека. Многочисленные желтые цветочки издают приятный медовый аромат. Цветет многолетний алисум в мае-июне. Но даже по окончанию цветения он остается не менее привлекательным. Его семенные стручки по-своему декоративны. Также листва привлекают внимание серебристым оттенком. Этот почвопокровник засухоустойчивый и растет даже на каменистых грунтах. Из него получаются красивые бордюры, обрамление садовых дорожек и подбивка цветников. Из неприхотливых почвопокровников можно порекомендовать низкорослые очитки. Эти многолетники не только укроют землю от сорняков, но и украсят сад своей красочной, вечно зеленой листвой и обильным цветением. Сорта и виды очитков можно подобрать самые разные, как по высоте, так и окраске. А ленивым и занятым садоводам придется по душе такой многолетник, как яснотка. Это один из самых неприхотливых почвопокровников для тенистого цветника. Если у вас есть пустующие участки, которые приходится часто пропалывать от сорняков, лучше посадите туда декоративную яснотку. Очень красиво выглядят ее сорта с серебристой листвой, особенно в тени сада. Они словно высвечивают притененную территорию. Не менее эффектно выглядят сорта с золотистой листвой. Яснотка декоративна и листьями, и соцветиями. Цветет в мае, в начале лета, с небольшими цветочками с сиреневой, желтой, белой или розовой окраски. Кустики хорошо разрастаются, заполняя собой пустующие места. Высота растений до 15-25 сантиметров. Если вы планируете удерживать яснотку под контролем, чтобы она не разрасталась, высаживайте ее под почвенный ограничитель, например, под пластиковую бордюрную ленту. А вот это растение многие садоводы считают декоративным агрессором. Хотя, если выбирать между ним и сорняками, я лучше выберу этот почвопокровник. Называется дюшинея. По внешнему виду, листвы и цветов, она очень схожа с земляникой. Только ее плоды в пищу не употребляют, так как они совершенно безвкусные. В декоративном садоводстве ее плотные кустики используют в качестве задернения почвы. Дюшинею высаживают в приствольных кругах деревьев, у заборов и в тех местах, где необходимо укрыть землю от сорняков. Она активно разрастается за счет своих удлиненных побегов усов, создавая красивый ковер из ажурной листвы. Высота кустика около 10 сантиметров. Цветы, в отличие от земляники, кремово-желтой окраски. Очень эффектно смотрятся многочисленные красочные ягодки на фоне зеленой листвы. Для ограничения роста дюшинеи, ее посадку ограждают почвенным бордюром. Было бы интересно узнать от наших зрителей, какие еще растения способны помочь справиться с сорняками. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду! Субтитры создавал DimaTorzok